Спасибо, Роман Велинович, за приглашение и возможность выступить по такой важной тематике. Спасибо, Владимир Анатольевич, за Ваш доклад. Очень интересный получитель. Спасибо, Владимир Анатольевич, за Ваш доклад. 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 Для сравнения договора о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РА от 29 августа 1997 года состоит всего лишь из 23 статей. Что касается военной области, то сотрудничество Армении с НАТО началось спустя год после обретения независимости. Уже в 1992 году Ереван присоединился к только что созданному Совету Североатлантического Сотрудничества. В рамках развития отношений с Североатлантическим Союзом Армения в 1994 году присоединяется к НАТОвской программе «Партнерство ради мира». В 2002 году участвует в процессе планирования и анализа данной программы. В 2003 году Армения, не являя членом НАТО, посылает своих военнослужащих в Косово. В 2004 году в Стамбуле было принято решение о назначении специального представителя НАТО на Кавказе и Центральной Азии, который также стал курировать Армению. В декабре 2005 года Ереван подписывает план действий индивидуального партнерства в Патит, так называемый, с НАТО. В этом же году армянские военнослужащие посылаются в Ирак, далее в Афганистан и так далее. В связи с тем, что Афганистан носит широкий характер, Армения не только сотрудничает с НАТО в оборону и звери, но и проводит регулярные консультации со странными членами Северо-Азиатического Союза по вопросам правового государства, прозрачности и реформ и так далее. Второй этап реализации Афганистан, начавшийся в 2010 году, предусматривал осуществление стратегического пересмотра обороны Армении, в рамках которого был разработан среднесрочный план развития вооруженных сил. Этот план предусматривает управление обороной на основе демократического и гражданского контроля, а также реформирование армии для приближения ее к так называемым международным стандартам. В российском векторе внешней политики Армении также имелось развитие. В основном оно проявлялось в создание военной базы охраны границ, в УДКП, в создание объединенной группировки поиск России и Армении в 2016 году, в экономическом блоке, в собственности управления российским компанией, перед на некоторую систему, образующую предприятия Армении. С 2015 года Армения вступила в ЕАЭС. Основным торговым партнером Армении является Россия, на которую приходится основная часть экспорта готовой продукции. В образовательной сфере с 1999 года начался действовать российско-армянский университет, с 2015 года и иранский филиал МГУ. Таким образом, можно сказать, что наловекторная сбалансированность армянской внешней политики по формуле ИИ сохранялась вплоть до событий 2018 года. В 2018 году Армении, как и в свое время ряд стран СНГ и Восточной Европы, оказалось огромным в геополитическом разломе. Поизошло то, что называется цветной революцией. Западные технологии достигли своей цели. Как это было показано выше, на эти тратились и сегодня, тратятся огромные ресурсы. И это не новое. Эта ситуация созревала много лет, практически с конца 80-х. Была доведена до своего логического конца. К власти в Армении были приведены прозападные силы, которые выступали за выход Армении из ЕАЭС, за создание альтернативной системы безопасности и так далее. Их последующие действия привели к резкому снижению уровня доверия в армянно-российских отношениях. Вторая царская война не только обнажила всю уязвимость системы безопасности армянского народа, но и в пор не изменила ситуацию в стране и регионе. Вот основные измерения послевоенного регионального ландшафта. Первая часть исконно армцарских земель оккупирована. Связь с армцарком осуществляется по узкому коридору. Потеря старой линии обороны, которая оснащалась 30 лет, известность новых границ создает огромные сложности построения новой линии обороны. Ни Армения, ни тем более армцарк не обладают соответствующими необходимыми ресурсами. Второе. Угроза оккупации нависла не только над оставшейся частью Арсаха, но и над Сюнийской областью. По второму оказалась вся территория Армении, в том числе столицы. Попытки Азербайджана диктовать условия с позиции силы, предъявления директорных претензий, включая Ереван и Сиван, невыполнение трехстороннего соглашения, в частности, обмена военнопленными, требования уступок по транспортным схемам, не обозначенных в соглашениях, отрицание переговоров по статусу Арсаха говорит о намеренных в Баку к продолжению конфронтации с целью оккупации всей Арсахской республики и Сюнийской области и геносредо-проживающего в них армянского народа. Третье. Армянская армия понесла тяжелые потери в живой силе и техники, на восполнение которых нужны годы и огромные материальные ресурсы, которыми ослабленная пандемия и военная экономика Армении не располагает. Армения самостоятельно не сможет решить вопрос переоснащения армии. Четвертое. Безопасность Арсаха, Сюника, Тауша, армяно-турецкие границы обеспечивают российские военные, миротворцы и пограничники. Россия остановила войну, предотвратив оккупацию оставшейся части из служек Арсах и Сюника. Тем самым еще раз подтвердила свою стабилизирующую миротворческую миссию в регионе, продемонстрировала верность союзническому долгу, а также роль защитника армянского народа. Пятое. Арсах стал территорией ответственности РФ. Впервые после развала СССР здесь появились российские военные формирования. Стабильность здесь гарантирована на пять лет. Одновременно неопределенность статуса Арсаха, оккупация города Шуши и Гадруцкого района являются факторами будущей нестабильности в регионе. Шестое. Экономика Армении нуждается в срочных инвестициях, из которых социальные показатели в стране приблизятся к критическим отметкам. Причем инвестиции должны быть из тех источников, которые не будут ставить политические условия, несовместимые с целями и задачами армянского народа. Седьмое. Война, политический и экономический кризис породили массовые эмиграционные настроения, что чревато демографической катастрофой. Восьмое. Азербайджанская армия, народ и экономика также понесли тяжелые потери, так и не заполучив Арсах. Для освоения приобретенных территорий Азербайджану необходимы колоссальные средства, что ухудшит социальное положение в этой стране и приведет к внутреполитической нестабильности. Девятое. За приобретение территории Азербайджан погладился частью своего суверенитета в пользу Турции. Под лозунгом «Один народного государства» Турция практически аннексировала Азербайджан, как это было в 1918 году. Десятое. Турция усилила свои экспансионистские устремления и в регионе, и за его пределами. Фактически руководство Турции и определенных западных кругов сорвали мирные переговоры, которые шли по карабахской проблеме для того, чтобы нести свое присутствие в регион. Что им частично удалось, но по большей части пока еще не удалось. Одиннадцатое. Одиннадцатое. Соперничество между Россией и Турцией за влияние в Закавказье вновь обострится. Двенадцатое. Предстоит сложнейший процесс разбалокировки транспортной сети региона, что приведет к новым экономическим реалиям, а как следствие к изменениям в политическом и психологическом восприятии ситуации в регионе. Причем ситуация может развиваться как в сторону разрядки напряженности в регионе, так и в направлении возникновения новых противоречий. Ввиду всего перечисленного Армении нужна новая национальная идеология, в основе которой должна быть безопасность, сохранение государственности, отстаивание своих интересов при создании новой архитектуры в регионе, поддержание мира и выстраивание отношений с соседями. Развитие конкурентоспособной экономики, репатриация, сохранение цивилизационного суверенитета наций, устойчивая политическая система. Реализация этой новой национальной идеи есть новый этап в развитии армянской государственности, построение четвертой республики. Для этого мы должны пойти по пути формирования нового союза с Россией. Мы должны разрушить турецкие планы доведения генназид до конца, а пусть спасение от всего этого заключается в формировании новой Армении, превращение ее в действительно армянское, сильное, безопасное государство, где наши дети не станут завтра жертвой турецкого ритага. Будет иметь обеспеченное будущее, а также появится возможность развития образования науки и культуры, возрождения армии и экономики. У нас, как и у восточных христиан, есть цивилизационная общность с Россией. То есть мы идем по пути этого союза, чтобы спасти нашу систему ценностей от генн, которые хотят искоренить армянство в нас. Они хотят, чтобы с парламентской трибуны выступали трансгендеры, феминистки призывают женщин не рожать, вместо армянской апостольской церкви были сектанты, которые регулируются и оплачиваются запахом. Хотят, чтобы у нас не было нашего языка, религии, учебников без истории Армении, чтобы наша культура превратилась во что-то вульгарное и примитивное. Суверенитет — это не лозунги и пламенные призывы, а возможность обезопасить страну от внешней агрессии и проникновения вражеских спецслужб, способность сохранить национальную систему ценностей. Если мы в состоянии сохранить свою армянственность, свою национальную церковь, национальную литературу, национальный образ жизни, национальные ценности, тогда мы суверенны. Если мы не сможем все это уберечь, можем хоть 50 раз вешать наш флаг в ООН, в Совете Европы или где угодно, но это не увеличит наш суверенитет. Наоборот, иногда показной популизм становится рычагом в руках тех, кто хочет завоевать или же осоросить нашу страну, кто хочет лишить нас суверенитета. Наше поколение обязано спасти армянскую государственность и сегодня, учитывая наш исторический опыт и особенно в 103-летний период нашей восстановленной государственности, нынешние наши ресурсы, международные и политические развития, мы видим лишь одно решение – сформировать в России тесный политический, военный, экономический и цивилизационный союз, вплоть до создания союзного государства. Иначе это, именно это и есть формула, в рамках которой решается судьбоносная настреидивная задача – земля, нация, государственность. И чтобы решить эту проблему, сегодня основано движение «Сильная Армения с Россией» и «За Новый Союз». Спасибо за внимание.